Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Сегодня с нами на связи Николай Григорьевич, рада приветствовать. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Действительно, сегодня имеем абсолютно с вами право. Практически два месяца, уже даже больше на один день, как вооруженные силы Украины контролируют часть территории в Курской области. Я напомню, нашим зрителям также создана военная комендатура. Но сейчас даже не об этом. Возвращаясь к финалу материала наших коллег, хочу с вами все-таки обсудить. Поначалу, если мы вспомним, первую неделю операции украинские власти тогда сохраняли информационную тишину. Если мы вспомним, как раз 6-7 августа и вот эти дни, которые были в начале августа. Позже все-таки были раскрыты некоторые детали, очень важные. Первое из них, это и то, о чем мы сейчас слышали в нашем материале, это создание все-таки буферной зоны. Она была необходима, чтобы не давать России возможности использовать Курскую область как плацдарм для нового наступления и для постоянных обстрелов в Сумской области. Первые результаты уже были видны тогда на самом деле. Не только под контроль взятой территории, но и как опять же, я не хочу повторяться, но в нашем материале было сказано, это все-таки взятые в плен российские солдаты, которые стали частью обменного фонда. Но, Николай Григорьевич, если мы говорим, это я сейчас тезисно говорю, акцентирую внимание на те аспекты, которые проявились практически в первые недели спецоперации в Курской области. Но если мы говорим о глобальной цели, глобальной цели вхождения вооруженных сил Украины на территорию Курской области, как вы считаете, какова все-таки глобальная цель? Ну и рассматриваем комплексно, и задолго до вхождения Курщина, еще при генерале Залужного, а затем уже в Сырском, ориентируясь, что нужно выйти с модели затяжной войны. Она важна для защиты наших рубежей, для уничтожения резервов. Но враг это нам навязывает. Долгую, тяжелую войну с постепенным продвижением по фронту, хотя бы сотни метров, километры, но показывает какие-то результаты. Нужно задействовать нестандартные модели деятельств. Это, соответственно, удары, там, где враг не ожидает, там, где не имеет укрепрайонов, где можно занять позиции в плане и создания буферных зон, уничтожения противника, оттеснение их в огневых средств, чтобы не обстрелить непосредственно при границе наших городов и села. И, соответственно, это задачи и плен, это, конечно, и форматы, которые предполагают тогда, и переговорный процесс, чтобы мы будем контролировать территорию. И тут уже сразу ориентируются союзники, что мы уже имеем успехи. То есть это позитивы и, самое главное, по морально-политическому состоянию российского руководства, но вообще на вагоне с Путиным, который был растерян буквально первый день. И поэтому вот такие форматы, которые мы видели, что мы не давали информации, это умышленно. Путин даже заявил, что это какая-то диверсионная операция. Они легко справятся, доручив это Бортникову, ФСБ, а не войскам, которые должны вести войну. Поэтому мы полнокровно выполнили одну из задач стратегического позиционирования, то есть перешли к новой стратегии ведения войны. И буфер на зоне, мы дали рекомендации нашим командам, даже и юридические руководства страны приняли такую формулу, потому что мы создаем на территории врага ту зону без огневых средств и возможности наступать в нашу территорию. То, что хотел Путин создать на территории Украины 100 километров. Вот эта буферная зона, санитарная зона. Мы упределись, создали такую зону. Но самое главное, нанесли удар по противнику, там, где не ожидают, где не имел укрепрайонов. Сразу подчеркиваю, как когда-то на юге у нас не удалось. Зубы дракона, минные большие поля, очень мощные огневые средства, это и ожидания были врага наших ударов. Вот там была негативная практика, сейчас позитивная. Но мы рассматриваем это в динамике. Мы сейчас оттянули большие ресурсы врага. Примерно 55 тысяч мы уже оценим по разным показателям. Это с новых учебных центров в России, раз, это большая часть. Это с востока, в первую очередь с Харьковского, Запорожского, частично с Донецкого направления 2, с Донецкого спецназа и некоторые технические огневые средства. С Калининграда, Ленинградской области 3, с Московского военного округа 4. То есть все то, что должно пойти на восток, или там где-то сохранялось в плане ведения операции, оттянули очень мощно, сильно. Конечно, это как бы очень мощный фактор переринтации СССР, потому что противник предполагал, что сентябрь и начало октября, помню, 1 октября была задача, захватить все основные стратегические пункты. Покровск, Часовьяр, Вугледар, мы в Уугледар там сманеврировали, да, действительно отошли, но основные стратегические направления враг сдавать не мог. Вот эти 50-55 тысяч, они, конечно, не дали этого сделать возможность, которая оттянута туда. Николай Григорьевич, мы сегодня можем констатировать, что за эти два месяца на самом деле было выполнено ряд задач, да, не только, вот вы, я спасибо, что вы сказали как раз комплексный, ну, видно, что вы человек, и всегда, когда общаемся с вами, человек военный, комплексный подход, что очень важно, как бы это ни звучало в войне, это комплексный подход, и я так понимаю, что это спецоперация, она показала комплексный подход во многих местах, это что вы сейчас, да, продолжаете перечислять, тут же еще и важно то, что сделали вооруженные силы Украины, это разрушение этих трех мостов через реку 7 Курской области, да, Глушкова, Званая и Корыжа, тогда все-таки часть армии Российской Федерации фактически была отрезана, и для эвакуации им даже понадобились там определенные понтонные переправы, эти аспекты можем вспоминать, то, как, да, сумели комплексный подход и как реализовывать его вооруженные силы Украины, но если мы говорим, сейчас продолжим, но если мы говорим как раз о том, как защитить Сумскую область, как вы считаете, все-таки вот спецоперация в Курской области позволила ли она сегодня, нам окончательно говорить, что это отбило не просто желание, но и возможности у российской армии наступления на Сумскую область? В первую очередь, действительно, стратегически наступление практически сейчас невозможно, мы скалуем противника, и для того, чтобы наступать, например, нужно под 50 тысяч, чтобы какие-то метеоризированные наступления на Сумскую область, и мы сорвали на это наступление. Мы помним, было две операции, это Харьковское направление, некоторые пошли на участки другие сектора, и мы там уже стали стеной и отбили. И вторая ситуация была уже разработана, операция, это Сумская область, Сумы. Вот ни там, ни там не удалось, но Сумы мы упредили, это важнейший стратегический успех, который мало кто сейчас видит. Но третья ситуация, еще более глобальная, мы говорим о стратегии, это, конечно, продолжение наступательных операций. Мы уже несколько провели тактических на самой Курской области, где мы несколько провели контрудары, замкнули ряд срочников, там несколько тысяч человек, и освоили новые позиции. И, конечно, это продолжение. Это дело генштаба, сейчас надо носить удары в других секторах подражных территорий России, и, конечно, готовить стратегические удары и наступательные операции на оккупированных территориях. Это целая цепочка, это системная модель, которая позволяет растянуть силы и средства противника, дезориентировать, не дать ему возможности конструировать в одном направлении и пробить там, и особенно уже в последнем этапе, в самом важном, там, где враг не ожидают, где укрепрайонов мощных нет, и где мы зонируем силы и средства. И не только в плане живой силы, но новейшие системы и огня, то, что мы получаем от союзников, и, я надеюсь, получим в ближайшие дни на рамштабское заседание. Николай Григорьевич, ну и да, еще один важный, как раз тоже в этом комплексном подходе, аспект и тезис, что все-таки это, ну, просто колоссальный репутационный удар, не просто для Кремля, а для Путина лично. И то, что пишет издание The Guardian, и вот хочу с вами тоже немножко как бы итог этого подвести, но вспомнить, что пишут, что все-таки знала часть генералов, часть военных, знали, что готовится. Логично, что наверняка не могли не знать, и это было видно, что и скапливаются силы и так далее. Но как вы считаете, почему не получилось сдержать у армии Российской Федерации, не получилось сдержать вооруженные силы Украины? Не получилось? Прогадали? Не ожидали все-таки, что решатся вооруженные силы Украины? Ну, я как раз акцентирую, внимание, это искусство ведения войны. Вот тут оно сработало. Вот тогда, в 23-м, не сработало, а тут сработало реально. Когда мы дезориентируем врага, что мы не имеем сил и средств наступать на это направление. Когда мы неофициально, и официально, я так понимаю, и оперативно доводили врагу информацию, что мы готовимся к наступлению россиян в Сумской области и готовим оборону. Поэтому эти войска группируются для обороны от нападения Российской Федерации. И те материалы, которые поступали по линии ФСБ и разведки, они разбивались о других аргументах. Я просто знаю механизмы получения оперативно разведанной информации, и как она докладывается, и какие сценарии. Поэтому я понимаю, что Путину доводило сценарий наступления, но основной все-таки формат был сделан как бы вывод, что все-таки Украина не имеет своего средств. Она никогда не посмеет наступать на территорию России и, соответственно, готовится к защите. Вот это основная была тема. Путин в это поверил, поэтому не выделили и средств для контрудару по нам, и тем более для оборонных позиций. Ну и самое главное, что его переубеждали, что нужно выполнять основные задачи на восточном направлении, не снимая никаких резервов и не поднимая, так сказать, с глубинки резервы на это направление. То есть комплексная, опять же, ситуация и разведывательность, дезинформация врага, дезориентации, возможно, моделировать каких-то других действий для того, чтобы враг при хранилище и по нашей территории получал ложную информацию. И тут уже подготовка очень мощной операции. Я скажу прямо, соус-секретной информации, которую мало кто знал, даже союзники, она имела хорошую наступную перспективу. И это и есть успех. Та операция, которую президент, как-то сказал в интервью, 23-го года, уже была известна врагу за несколько дней на столе в Кремле, она, конечно, потерпела проблему. Ну и плюс, Николай Григорьевич, еще в очередной раз показывает то, что произошло в Курской области в августе, что Путину все равно на свое население, все равно на свой народ. Главное, вот эта захватническая цель, которая стоит, захватить Украину, а то, что происходит на территории Курской области, мы можем вспомнить, там действительно были рейды, Белгородская область и так далее. Здесь же по факту, то, что Миноборона Российской Федерации поначалу не признавала и тоже именовала рейд, после того, как признали, пришло понимание, что и те люди, которые пришлось самостоятельно эвакуироваться, и как это все выглядело, понимание того, что на самом деле вот такой вот условно всесильный Путин, ему на самом деле все равно, что происходит с его же народом. Поймет ли это народ российский, это другая история, тут как бы в голову всем не залезешь, хотя я думаю, что уже часть из тех, кто протрезвел и прекрасно понимает, что на самом деле происходит. Николай Григорьевич, ну, здесь спасибо за анализ того, что мы имеем на сегодняшний день, но все же в этом вопросе я хочу, потому что вы, как человек-прогнозист, да, можете видеть наперед, как далее может развиваться, хотя я прекрасно понимаю, как вы вот несколько раз сегодня сказали, искусство войны, насколько искусство войны в этой войне можно прогнозировать, поэтому Курская операция, как вы считаете, когда ли она будет развиваться, будут ли какие-то переломные моменты, решится ли на серьезные, да, контрнаступления армии Российской Федерации, хотя опять же, спасибо, что вы об этом вспомнили, ресурсов не хватит, да, ну вот хочется понять, как далее она может развиваться, по вашему мнению? Ну, первое, это, конечно, удар, как мы говорили, по престижу самого Путина, мы помним, первый день была растерянность, дезорганизация, поручение ФСБ, а не Минобороны, проведение операции по противодействию нашим войскам на Курском направлении, это полная дезориентация и неуправляемость, поэтому даже создали командование с трех командующих, это ФСБ, Бортников, начальник генштаба и министр обороны Белосов, ну и, соответственно, Демель, который никакого отношения не имел к военным операциям и к военским соединениям, то есть эффективность низкая, но сейчас не рвется сила свеста, Путину кончат, нужно все-таки отстоять свой престиж, потому что он клялся перед россиян, что ни одна пять не будет контролирована нами, тут уже контролируется более 1300 квадратных километров, более 100 населенных пунктов, это мощнейший удар по престижу, но и, с другой стороны, он, конечно, хочет не ослабливать позицию наступления, потому что ставит задачу до конца осени захватить Донецкую, Луганскую область минимум и дальше развивать наступление, он раздваивается и расстраивается, еще есть направление Запорожское, где он хочет также наступать и движет новые части, но не хватает сил и средств, а вот тут я говорю, какие перспективы, мы ведем и оборонную, и маневренную модель на Курщине, это очень важная и эффективная составляющая, враг не может постоянно бить по нашим вооруженным силам и укрепрайонам, мы перемещаемся, мы наносим удар, уничтожаем логистику и враг наносит удар по своих же территориях, по своих даже граждан, которые остались, он никогда не считался ни со своими гражданами, ни со своим, так сказать, инфреживым фондом, ну, ему все равно, Путин взрывал, помним, многие свои желудова, для того, чтобы поднять свой имидж и проводить репрессии в России, он действует тут же так, но тут я хотел бы говорить еще раз о стратегии, Куршская операция, эффективность она будет продолжать иметь сильно, когда мы будем иметь другие стратегические и тактические операции, начиная, так сказать, может, Белгородщик, Брянщина, это не нужно, такие модели, как Куршина, более, так сказать, ниже по уровню и по тактике, но они будут оттягивать войска противника, будут изориентировать, и он будет, соответственно, метаться, и самое главное, готовить все-таки наступательную операцию, но уже при том, когда мы и будем иметь все его средства, получим все дополнительные ресурсы и высокотехнологическое вооружение и боеприпасы и освобождать территорию Крым, там, где враг не имеет укрепрайона и, соответственно, не ожидает. Это стратегия цепная, то есть, это общая стратегия ведения войны, тогда она будет, и успех, и Куршина будет эффективная. Если мы только застряем на Куршине, будем держать позиции, нам придется маневрировать, отходить, выполнить свою роль на тактическом уровне. Да, Николай Григорьевич, действительно, наверняка, эта операция войдет и в учебники по многим показателям, хотя тут и политический окрас есть очень серьезный, как это действительно ударило по самому Путину. Сегодня, говоря о Куршской операции, мы не можем с вами, правда же, спрогнозировать, сколько она еще будет продолжаться. Наверняка, это сложно сказать, что вот еще там месяц или два, но все же, как вы считаете, на что может, вот вы правильно сказали, что Путин в какой-то момент может решиться на то, что все-таки показать своему населению, что нет, ребятки, я тут условно за вас, и все-таки решиться на то, чтобы начать там контрнаступательные серьезного характера действия. Опять же, ресурсов не хватает, но их могут перебрасывать. пойдет ли Путин на то, чтобы отдать приказ и снять часть, уже это произошло, но снять еще большую часть военнослужащих с направлений, где продолжается борьба, вот тут еще и серьезные бои, вы еще вспомнили, запорожское направление, и перебросить в Курскую область для того, чтобы выбить вооруженные силы Украины с территории Российской Федерации. Как вы считаете, пойдет ли на это он? Ну, сейчас Путин к этому готовится. По нашим оперативным данным отсоединяются всех регионов, это центр подготовки, там, где прошли определенную подготовку 2-3 месяца нового и у нас случая, не имеющий опыта, но это будет масса народа, платят ресурсы заводу, платят ракетные системы и российского, и иранского, и севернокорейского, производства. Сейчас, конечно, он считает, что займет ряд позиций на Донецком направлении, сейчас будет снимать с Поросского, Донецкого, Харьковского направления, то есть готовится к этой операции, это не нужно где-то оценивать. Он сейчас ведет маневрные тоже удары или пытается где-то там создать бреши, но до этого не выходит. Поэтому буду линировать намного больше, самое главное, авиационный средств ракетных систем, дроновых систем, конечно, артиллерийских и танковых, и, конечно, живой силы. То есть он готовится, и нам нужно готовиться к таким наступательным операциям. Он не сможет именно где-то остановиться надолго там. Он вынужден будет принимать все меры, чтобы бросать туда новые и новые войска. Я говорю, для нас эффективная модель не только маневрная война там и держать рубежи, сейчас создал укрепление, это бить по другим секторам. Враг тогда не сможет не изгонировать там силы и средства. Он вынужден условно латать дыры в какой-то ситуации, где мы мощно пойдем, там уже не будет возможности это делать. А Курщина уже тогда будет неактуально. Но к этому нужно пройти к грамотному сегодня командованию, сработать и с радистикой комплексом по развитым направлениям, и, конечно, забеспечить это ресурсами. Это важно и для нашего ПК, который делает работу по подготовке, и для наших союзников. Почему я вспомнил о 12 сентября в Рамштайме? Потому что это могут быть стратегические в первую очередь решения по поставке вооружения, техники, боеприпасов, разведывательной формации, систем противовоздушной обороны, которая закроет и Курщину по мною направлениям от ударов противника, и многие другие участки, и создать условия самые главные для прорыва и для наступления. Сейчас нужно перейти к новой стратегии. Спасибо вам огромное, Николай Григорьевич. Всегда за участие в нашем эфире. Увидимся. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.